Здравствуйте! В эфире телеканал ТВ-центр Тула, программа 0-2. С вами Михаил Алтухов и прямо сейчас обзор последних криминальных происшествий. В Ленинском районе мать и отец обвиняются в причинении смерти по неосторожности своей трехлетней дочери. Девочка, играя, опрокинула на себя ведро с кипятком. Ребенок получил 13% ожогов тела. Однако родители отказались ее госпитализировать. Мать продолжительное время не вызывала скорую медицинскую помощь, только по настоянию соседей. В вечернее время, уже 4 часа спустя после ожога, была вызвана коррект скорой помощи. Ребенок был в срочном порядке госпитализирован. Мать же, посоветовавшись с отцом этого ребенка, написали письменный отказ от госпитализации. В руководстве с тем, что им не с чем сидеть ребенком, и тем самым они не могут ложиться в больницу. Мать не может. Детский организм не вынес осложнений после развития ожоговой болезни, и девочка умерла. Теперь суд решит дальнейшую судьбу безответственных родителей. Областной суд вынес обвинительный приговор 20-летнему жителю Киреевского района. Следствие установило, что в июле прошлого года он избил и изнасиловал 15-летнюю девушку. Педофил выбрал для преступления тихое место в одном из дачных кооперативов, где после изнасилования еще долго издевался над беззащитной жертвой. 20-летний житель Киреевского района Бурдюгов с применением насилия затащил одну из жительниц города Липки, 15-летнюю девушку, в один из дачных домиков, где, применяя насилие, изнасиловал ее. Впоследствии, желая избежать уголовной ответственности, Бурдюгов стал угрожать изнасилованной убийством, для чего демонстрируя ей свою угрозу, пытался ее душить, накидывая ей удавку на шею. При действии Бурдюгова девушка теряла сознание, на нее было оказано, соответственно, психологическое давление, воздействие и причинена была физическая боль. Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы педофил отправился за решетку. Суд приговорил 20-летнего Киреевца к 12 годам колонии строгого режима. И сегодня в Зареченском суде Тулы начались слушания по уголовному делу, фигурантом которого является любитель запрещенной клубнички. Мужчину подозревают в распространении детской порнографии. По версии следствия, обвиняемый выкладывал в интернет изображения сексуального характера с участием несовершеннолетних. Молодые люди не знают, что состав данного преступления могут даже образовывать такие действия, как простое скачивание порнографических изображений несовершеннолетних из интернета и распространение их в сети. То есть эти деяния составляют состав преступления и лица, виновные в их совершении, привлекаются к уголовной ответственности. Фотографии с детским порном мог посмотреть любой пользователь интернета. Если вина обвиняемого будет доказана, то мужчина может распрощаться со свободой на два года. В Алексине задержаны два подростка, которые испытывали особую любовь к мотоциклам и скутерам. Только вот эту технику они предпочитали не покупать, а угонять. Подростки срывали провода зажигания, перемыкали их и скрывались в неизвестном направлении. Полицейские установили, что за три месяца несовершеннолетние байкеры угнали четыре скутера и один мотоцикл. Технику они разбирали на запчасти. Была получена информация, что в одном из микрорайонов проживают двое несовершеннолетних, которые причастны к данным угонам и кражам данного мотоцикла и скутеров. Данная информация была реализована. Задержаны двое несовершеннолетних. В ходе проведения оперативно-свестных мероприятий у данных несовершеннолетних были изъяты два скутера и один мотоцикл. В пролетарском районе Тулы душевно больной мужчина утопил в ванной собственную мать. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство ее сожителя. Однако тогда мужчина избежал наказания. Медики признали его невменяемым. По версии следствия, в июне 2012 года между злоумышленником и его 58-летней матерью по месту жительства возникла ссора, в ходе которой женщина была подвергнута избиению. В процессе ссоры обвиняемый наполнил водой в ванну, перенес в нее мать и утопил ее. В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-психиатрическая экспертиза, выявившая у обвиняемого наличие хронического душевного расстройства. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. Скорее всего, мужчина отправится на принудительное лечение. Смотрите 02 с понедельника по четверг в 19.20. Если вы стали свидетелем преступления и сняли ЧП на мобильный телефон, сообщайте нам по номеру 33 23 21. А на этом у меня все. Берегите себя, будьте осторожней. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова